АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Второй раз я ужаснулся, когда увидел такое количество людей, которые пришли посмотреть на то, как я ужаснул сегодня. Евгений Николаевич давно уже как бы свыкся с обреченностью своего бытия. Потому что песни написаны именно там 20, а то и больше лет назад. Он, конечно же, подхватит. Ну, в общем, тут даже у меня шпаркалочка есть, что просили. Вот здесь стоит корзиночка для сбора пожертвований в виде записок на второе отделение, что хотелось бы услышать. Только давайте так вот. Ну, не очень так вот. Понимаю, можно просить песни там 75-го года, 800. Как-то автор пока не готов так далеко уходить в память. Потому что я всегда говорю, что там может оказаться так хорошо, что не очень захочется и возвратиться. Так что сегодня у нас будет такой определенный микс. Хотя то, что уже попросили исполнить по заявкам, уже тянет на отделение. Но мы будем так слегка разбивать. Евгений Николаевич готовы начать разбивать? Елизавета Ивановна, Елизавета Ивановна, Елизавета Ивановна, Елизавета Ивановна, Елизавета Ивановна. Ну, а сейчас будем так вкатываться постепенно. Я оттягиваю тот радостный момент, когда придется исполнять что-то из этого списка. Поехали. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну я и помоложе буду Пока Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 А еще пушко рассветет, Дурак в том пути прокричит, А еще облезет у нас, И зато все мои ключи. А свет световик, световик, а куда? Слышь, меня кричит в карман? Не дайте, а те скользнулись в карман, Вот беда, не дайте, не соврать в темноте. А пока на улице темня, А пока стою от них ночи, А пока на улице темня, А еще облезет у нас, И зато все мои ключи. А свет световик, световик, а куда? Слышь, меня кричит в карман? Не дайте, а те скользнулись в карман, Вот беда, не найти их, не соврать в темноте. Не найти их, не соврать в темноте. Не найти их, не соврать в темноте. Слышь, меня кричит в карман, А сейчас мы начинаем. Песня, которая была написана в начале 90-х. Все мы прекрасно помним это время. Карточки покупателя, Комендированных, которые скрючившись лежали около витрин гастрономов, Не имея возможности купить колбасы В отсутствие этой карточки. Я как-то приехал к своему другу в Леонозово, Я зашел в универсалт леонозовский И восхитился. Значит, на полках стояла морская капуста, Которая известна с дороги. И стояла продавщица. Ну так, не на полке. Хотя могла. На полке, кроме морской капусты, ничего больше не было. Женщина была, знаете, я даже не могу описать У такого бульдожьего выражения лица Она стояла так. На восьмом номере лежали ее руки. И она очень мрачно смотрела на жизнь. Иногда в этой жизни появлялись покупатели редкие. Ну что, заходить, когда поле морской капусты, и ее ничего не было. И я так посмотрел, вдохновился, и написалась такая песня «Некий новый взгляд на бегство Наполеона из России». Я ее не пил, по-моему, практически с тех пор. Ну, сейчас-то заходишь, полки ломаются, импортозамещение, понимаете, моцарелла из Челябинска – это все нормально. Тогда не было даже моцарелла из Челябинска. Челябинска, наверное, не знали еще такого слова. Нормальные ссылки, понимаете. Ну, я когда вот в нескольких совершенно просьбах увидел вот одну и ту же песню про Наполеона… Во-первых, не, прошу, не смешивайте это с компетентами во Франции, не надо, да, это как-то вот так само. Но историческое прошлое, да, Казанский университет, историко-филологический факультет не давало мне тогда покоя, сейчас тем более. Я сейчас попытаюсь вспомнить эту песню, она оказалась, на удивление, сложна с годами, знаете, тогда-то со всей дурью молодости не понимаешь, что делаешь, а сейчас как-то приходит уже некое осмысление. Итак, это я все пытаюсь как-то от хвосты протыкать, оправдывать исключение этой песни сегодня. Ну, давайте немножко пофантазируем и представим, что, ну, придет к этому в результате. Как-то… Не-не-не, а все-таки, а вот, а вот, а он же пел, а он же знает, мы уже готовы, мы уже любим носку. Ну, и, может быть, по голоду просто люди соскучились. Ну, и, может быть, по голоду можно и пухнуть вообще-то. Ну, ладно. Итак, некий новый сценарь на Бекса Наполеона из России. Исполняется впервые. В рояле Бурлакова просят. Я стою в универсале, там-тарам-тарам-тарарам. Я разглядываю полок и не цепляю никого. И какой-то белый ангел, что стоит здесь, не задай. Говорить мне слотко звучно. Ну, чего тебе? Чего? И от этого звучание мне становится волшебно. Что-то мямлю, но не слышь мне питание своего. Говорил, что голодание – это, в принципе, целебно. Но, вообще-то, вы на полке хоть поставили чего-то. И на это ангел любсят. Так зовут ее в народе. Говорит довольно тихо. Там-тарам-тарам-тан-тан. Что, наверно, означает, что не гожит, а уж вроде. Что, мол, злотку перекусит за родной универсал. Я опять плыву в нирване, жадно воду путом глотаю. Все весене краснеет, синий дым со всех сторон. Та со своей ручкой дневною моментально исчезает. Остаемся я и Люся. Входит сам Наполеон. И император недоволен, Пока Лужской не пустили. Отступают по Славевской, Где успели все подъездить. За ним маршруты толпятся, Слюни голод на глотах. Похудевшие гвардейцы, Ну просто жаль на них смотреть. Монопорт дрожит икрою, Это, между прочим, признак. Он разглядывает полки, И икра дрожит сильней. Поворачивает к Люся. Подзывает к нам Мюрата, Похудевший и прорезанный. Вот усы вздымает и вверх, И император начинает. ПЕСНЯ Войско очень голодает, Будет золото младить. Люся так же по-французски, Очень тихо, но достойно. Говорит, разуй, не сделки, На витрине все стоит. А старая дворья В шапках предвежья Гоняла по залу Ментарь и сырки. Ментари тонули Благие надежды В церках забивали. Остальные штихи Гратов продолжали. ПЕСНЯ Войско очень голодает, Ах ты, черт тебя, Ширик! ПЕСНЯ 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 С болью на лицах, Мента и решетила Из ружей своих, Корнер из кулузы, Герой Аустерлица, Сырок надкусил И навеки затихнул, Император с громким плачем И муратство тем же плачет, И мурдейцы тоже сплачут, Покидают магазин, И бредут они, Голкою по засенеженной дороге, Проклиная все на свете, Впереди березина, Вновь меняется картинка, Все вокруг опять светлеет, Наши пасы тяжелем, Угни, Тожмется, как всегда. Я стою и улыбаюсь, На душе моей светлей, Понимаю, что бы было, Если здесь была не так. Поворачиваюсь к люсу, Опускаюсь на колени, И прошу ее смиренно Мне внимание оказать. Я прошу, чтобы дали книгу Жалобы и предложений, Что у них на трех страницах Благодарность, 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 благодарность. Значит, просили исполнить стихотворное произведение. Тоже очень много не читал. Знаете, какие-то реалии, которых сейчас уже нет. Например, было такое мыло с Эйфгард, Были сигареты «Ответный удар». Там был нарисован в Вашингтоне «Ответный удар». Не знаю, чем там ударяли, но ответный удар был. Просто здесь будет сейчас звучать, А вы вспоминайте, вспоминайте, Вечер-бета. То есть, в этой турке автор попытался прикоснуться вообще к истоку. То есть, из чего состоит все? Из микробов, да. Человечества, Вселенной. Микроб устал. Он бился смывом с Эйфгард. И, будь оно хоть чуточку проворней, Он был бы трупом чистым и холодным. А так он жив. Он дышит тяжело, Бока свои вздымая, словно лошадь, Что, покурив ответного удара, Свалилась по дороге в Вашингтон. Микроб вздыхает. Тяжкая обида давно уж точит душную фузорию, А память необъщенных поколений Зовет на вечный беспощадный бой. Ведь было, было. Не было галактик, Планет, небес, воды и кислорода, А только легкодушные микровы Порхали в темноте небытия. Крутя хвосты, Шныряющим кометам, На солнце греясь, И под ним же множась, Они резвились в микромакрокосме, Притихшем в ожидании скачка. И вот в порыве жизнеутверждения Они сплелись во что-то, блин, такое, Что резко изменило ход мгновения, И все вдруг по-иному понеслось. Возникли земли, реки, рыбы, птицы, Поперли вверх секвойи и березки, И кто-то дал кому-то палки в челюсть, И на день появился человек. Вот тут и началась, простите, лажа. Поскольку этот сын ошибок трудных, Вдруг возомнил себя венцом творения, И вот беда, поверил в это сам. И, как бывает часто в нашей жизни, Чтоб кто-то не сказал ему всей правды, Он принялся мочить, Не разбирая всех тех, Кто создал собственно его. Сначала он облизывал ладони, Под видом, что на них осталась пища. Потом решил, что руки это мало, И начал бегать голым под дождем. Потом придумал, падла, спиртоносы, Что убивают все живое сразу. И начал протираться и снаружи, И что гораздо чаще изнутри. И слово-то придумал гигиена. Гигиена, кфу ты, Господи, помилуй. Да что сказать, стерилен он снаружи, И изнутри стерилен головой. Микроб уснул. В объятиях морфея он воспарил И стал почти свободным. И связь времен распалась на микробы, Что снова стали сутью бытия. Он спит. А паразитка тетя Ася В девичестве Асунта вила баджо. Уже нагрела воду на комфорте И всыпала смертельный порошок. Где-то тетя Ася, да? А вот это ж наша история, Это наша жизнь. Вспомнилось мне, Мыло так еще было, Дуру. Эти плакаты по-настоящему. С Дуру, да. С Дуру сделай мир чище. Это С Дуру. А вот, да, и просто как-то так, Продолжая, и, собственно, заканчиваясь, Степотворную составляющую Нашей сегодняшней первой длины, То, что написалось совсем недавно И еще не звучало. Это как бы пример. Физически развитый физик И химик преклонных годов, Писатель по прозвищу Шизик И дедушка в десять пудов Сидели под детским грибочком, Заняв на планете кусок, И розовым детским совочком Ссыпали в ведерко писалок. Песок тек неспешно, Как вечность, И вечность, И мысли о вечном будил, И знак рисовал бесконечность, Один из сидящих чудил. Он был, ясно дело, писатель, На шее сидел у жены, И лишь потому он не спятил, Что видел зеленые сны. В них все было будто в зеленке, От драных носков до пенсне, И серые в жизни глазенки Зелеными выглядела снег. Вокруг зеленела природа, Природу никто не губил, И дым из трубы химзавода, Как доллар зелененький был. И вроде все было прекрасно, Как вдруг, прямо наискосок, Прорезал зеленое красный, Совсем не прекрасный мазок. И вот уже тучи пригнала Багрового цвета гроза, И дождиком спрыснуло алым, И красными стали глаза, И в небо взметнулись знамена, Одевшись в привычный колор, И с троем качнулись колонны Ткачей, педагогов и лор, И прямо, не зная сомнений, Пошли через реки леса. Но взымкнуло цепь поколений, И дыбом взошли волоса, И в раз окунек красноферый Сжелтился, как тысяча солнц, И схлопнулась пасть Расвунчора, как ротик Уинди Зайонс. А сотни кудахчущих птичниц, Возвышившись в курьей толпе, Штворчнули желтками яичниц, Оставив белок в скорлупе, И двинулась желтая раса, Затмившись светила собой, Но скрючилась крестрелка компаса, И раса вернулась домой. А физик и химик с дедули, А с ними проза и кшиза, Песочницу желтой в обдуле, Сцедливо упрятав глаза. И тут прекратились кошмары, Затих цветовой произвол. А позже пришли санитары, И всех увели на укол. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну, видите, запросили цыганочку, просьбы по цыганочкам продолжились и просили цыганочку с уходом. Сергей Николаевич, я понимаю, что вы просили в основном из-за вашего цыганского ухода, да? Для тех, кто подзабыл и не знает, напоминаю, что Евгений Николаевич Быков в свое время в Тюменской филармонии работал цыганом. Поход. Это было давно. Только-только заросла мочка, знаете. У него, да, в трудовой книжке, в договоре. Цыган Быков, одно слово. И хэштег перед этим. Для чего хэштег ставить? Я вот не знаю. Для чего? Ну, объясните, кто-нибудь продвинутый. Ну, вот эта вот хрень там. А потом уже кое-то слово. Я тоже знаю, потому что будет. Выясним в интернете, ладно. Поехали. Цыган Быков. Хэштег Цыган Быков. А подарил бы мне «Газпром» Акции два процента. Я бы деньги сразу в долг, до рубля до цента. А подарил бы «Рослестром» и «Газпром» Акуба метров двести. А ее мы брем тоже в долг. Все цели на месте. А подарил бы мне «Сбербанк», пачки, три валюты. Всегда спрашиваю, из карбанка никого нет, чё-то не ходят в барбатную. Да ладно. Тогда после концерта ещё срочно. Если закурил бы я за мной, поискивал пальцы гнуты и толкнул бы весь лес, поменял бы валюту и купил бы небес. Ближе неё минуту, а потом ещё петон, да и прошло бы не на рассне. Да там, глядишь, ещё чуток, и настало счастье. Но всё-таки хочется счастья, тоже хочется. Да вот там в народе говорят, пока нового не бывает, что за деньги всем подряд время начисляют. Немобильный телефон, человека-на-на-на-на-на-на. Срок закончен, хоть не был, а нет, живи никого не нужна. По-какал, да и живи, чёрт там. А ну и ладно, ну и пусть, живи, значит, нажимы. Как зальём тоску и грусть полочкой и пивом. Да, ребят, а я такой, мне не надо ли жду. А подарил бы мяло-пойло, не, я не дам, кстати, зубы. Ай! А не в тяною бы шну, а вот тогда уж вызывай, А жрекасе идёт. Стоп-стоп-стоп-стоп. Стоп-стоп-стоп. Ребят, наливай водочек и пива. Пошёл, черноголор, лови. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Человек-почтеп. АПЛОДИСМЕНТЫ Это тоже просили, что написано, короче. Ну, там много ещё что написано. Вот сейчас мы так сливём. Всё-таки, да, разлучало там лорд. Про здоровье пора задуматься, да, да. Страничка, посвящённая нашим славным врачам. Насколько делаем врачам всем. И присутствующим, и отсутствующим. И всем, собственно, в принципе, где-то врачи, да. Как утром к зеркалу подходишь, но врач врачам. Только не в белом. Давай попробуем, доктор Мишину. Сам боюсь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ Вам еще лечить, о Богу, я прошу вас, не болейте, доктор Мишин, доктор. Где я его ждал в километре от того, где он прошел. Не важно, главное приехал. И знаете, вот пройду в тупика, скажешь, я лежал в больнице 67, он приехал в больнице 67. Вижу, не важно, встретились или не встретились. Есть товарицы, кто оттуда вышел, кто не очень, не важно. Но тем не менее. Я понимаю, что не дядя приехал. Но я там еще в начале девяностых, понимаете, я еще не вернулся оттуда. Но начинается не рада. А. А. Как-то раз лежу в майонезе, однонок я и не быстро. Вдруг забегали сестрицы, в гости к нам премьер-министр. Дал бы вывезти в части, он заедет во врачу. Мой сосед собрел от счастья и повторно сдал матю. А. 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 Субтитры делал DimaTorzok 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 Сидеть горе на плечи. Сторона моя старушка, Из-за тучи ясно солнышко, Журчат веков веток. Через много-много лет Там ведь темно будет свет, Будет мило-белый свет, Человеком человек, Сказку новую найдет. Настоящий новый парень. Сторона моя старушка, Из-за тучи ясно солнышко, Журчат веков веток. Сторона моя старушка, Рассаждущая лёдушка, От моего ты рода всегда. Какие-то песни, которые просились, Если их авторы, авторы этих заявок присутствуют здесь, Извините, по чисто техническо-физиологическим причинам, Например, Эйдемщик, Если не попруче, просто не вытяну. Ну, там, Мартышка в старости Слава связками ставит. Ну, я очень надеюсь, что это временное явление, да. А, и ещё просили, значит, Полотно под названием «Сецшоп». Ну, тоже, понимаете, это 90-е годы, Это одни из первых круизов, И как-то мне повезло, Я попал в команду артистов, Которые, значит, Не долгими южными вечерами пели, А потом долгими днями пели, И ночами с теми, кто их слушал. И как-то попал к нам в круиз Поля Лукинский, Николай Лукинский, известнейшая личность. Когда он не был так знаменит, Когда он сейчас побил всех на первом канале, Бокс, помните, был? Король Винга, что ли она называлась? Типа звёзды приходили, Пели друг другу морды, значит. Ну, хорошая программа, Нормальные люди просто аплодировали И прощали, бис, бис кричали. Вот Коля всех побил, Он, значит, написал песню даже там. Я бил Джигурде во бороде, Бил Таранде по тренде. Он её исполняет, Он носит с собой пояс, Это тяжёлый. Ему Харлей Девицин подарили. Он послал с этого. Ну, книгами взяли. Харлей, ну, не мало, господи. Вот, ну, а тогда он был никому неизвестный, Артист-парадист из Смоленска. Потрясающе делал Михаил Сергеевич Горбачёв. И попал в первый заграничный круиз. И, значит, шли мы в Барселону. Да, а на подходе к Барселону, значит... А Коля, он каждый день с утра По полови вокруг трубы бегал, значит, в пробежку. Сколько бы он не выбрал вчера, Но сегодня обязательно надо пробежку делать. Тоже занимался боксом. И как-то он подходит ко мне, Уже Барселона заведнялась. Он говорит, ты не первый раз за границей. Я говорю, нет. Сказал я твёрдо, поскольку был второй мой раз. И вдруг, с начала девяностых, И Коля говорит мне про больную фразу. Он говорит, своди меня в сетшоп. Я говорю, Коля, ты вообще подумала? Всё хорошо, что ты спрашиваешь. Ты человек, воспитанный на славных традициях. В сетшоп это всё плохо. Это жутко-гадко. Фу. Только по любви. А там всё уловлено. Вот, опять же, говорят. Он говорит, не-не-не, Я хочу своими глазами увидеть, Чтобы потом заклинить. И, значит, Игорёх Христанты там был ещё. И мы вот в строю в Барселоне вышли. Я помню, взяли за руки вот так вот. И перегорив практически бульвар Граун-Була. Мы так пошли. И причём, знаете, вот со стороны Можно было понять, что куда-то идут эти люди. Куда неизвестно, но по лицам ясно, Что они куда-то идут. И причём идут как в последний бой. Знаете, вот так. Сейчас найти цот и лечь на него втроём сразу. Они-то все шли чуть сзади. То есть я шёл как Данку, понимаете. Потому что я был второй раз за границей, А не первый был. И мне уже неудобно было пацанам говорить, Что я, собственно, не знаю, Где этот рассадник этот. Но я вот шёл с Анавитю. Знаете, внутренний компас такой. И я вот первый переулок налево свернул. Он так. И вы, смотрю. Да, ох. Ну, стоит его скульптурное изображение. Вот такое. Вылеплено очень зрелищно. Рукой мастер видно, что человек знающий. Ясно, что не колбасная лавка. Колбаса несколько и поймала. И мы так заходим прямо. И мы там уже поплыли сзади. Значит, ребята, соберитесь. Ну, тогда, начало 90-х, можете себе представить, Это было потрясение, конечно. Сейчас, когда там, что там. Дети уже знают. Вопрос как носит. Вот так. Закинув на плечо. А тогда, значит, Стоял скучающий, ненавидящий, всё живое продавец. Так, ну, спал с открытыми глазами. Значит, пара негров была, Которым всё равно. Целуловина. Пара пенсионеров, которые, как я всегда говорю, Пришли воскресить сладостно-порочные ощущения. И мы втроём, наши три бойца. Посмотрели на прилавки. Ну, как-то, ну, как в морге. Ну, висят, ну, стоят, ну, бежат. Как-то даже на себя не примеришь. Даже умозрительно. Но убил всех. Тогда же ещё не было, знаете ли, флешек. Тогда не было дисков. Тогда были кассеты. А кассеты, что такое кассета, видео? Это, прежде всего, площадь, На которой можно разместить фотографии, рисунки, фантазии. И вот там был такой стеллаж, От потолка до пола, Уставленный этими кассетами. И там были фотографически изображены герои этих фильмов. И Коля как увидел это? Человек натуротворческая. В Смоленске тогда такого не было. И он, когда дошёл до последнего ряда, А там эти были. Вот в ЛГБТ, а не Т. Тогда такого словосочетания-то ЛГБТ не было. Вот сигареты в ЛГБТ-то были. ГБ было, да. И когда он увидел мужчину-женщину этих, Вот с ним припадок случился, Он там драться поездил. Ну, вернулись на корабль. А слава Богу, на корабле была делегация Свердловского автодора. Вылечили за ночь, Они с поли с треска сняли. Но я, по традиции, Которую изложил Юрьевич Витбург, Песня-репортаж, То есть ни слова фальши, Ничем не придумал. Вот как было, так было. Сегодня внутренне и внешне хорошо, Сегодня все пьяны и даже без вина, Сегодня колька собирается в секс-шоп, Сегодня радость на лице у другана, Глядит на стрелки часовые, Ну же, ну же, Наводит стрелки на вельмеду к штанам, И даже в этом гражданин, А также муж, И все такие же угольки в друганах. И мы идем, гуляем, мол, через крыша, Но прижимые, но виду мы не подаем, А птичкой в клетке где-то там стучит душа, А ну не стюжим и державу подведем, А вот и шоточнее трудно рассчитать, Подходим к цепи, как в дырах, когда буржит, Рука в кармане отфлотила рукоять, Чего-чего, ну в общем то, что там лежит, А он стоит, примерно будет нам похручь, Отполированный, ну что ты, как живой, Николька шепчет, еле слышно, не забудь, А сам с лица сменился, парень сам не свой, Я гадым буду, не забуду свой шталян, Мы подтянулись и вошли, как на барат, Николька шел, как представитель всех смолян, А там, заразы, хоть и лежа, а стоят, И вот такие, и вот такие, и еще, Вот длинностойный, будто палок проглотил, А вот и лысый, ну где дать не взять хрущев, А вот чернявый, будто сто его коптил, А вот устройство для желания извне, А вот и дайка, чтоб закон дрит изнутри, И только слышит кое-теншопа, братцы нет, Ну так же в жизни не бывает, посмотри, Ну посмотрели, обалдели, вот те хрень, Стоим и думаем, че-то здесь не то, Сидит девчоночка с хрунтями до колен, Ну правда девка не живая на фото, А рядом некра, будто девушка с веслом, Но там весло, а здесь как есть на трех ногах, А рядом девку так, ребята, развезло, Что можно целый бок упрятать в собаках, Колян присел, видать, ногами ослабел, И вдруг кричит, и мы к нему ныряем вниз, А там написано, красотка, она белая, Ну мы как глянули, очи отрывались, Вот так вот смотришь, да, чуриха, все при ней, Шестой размер, помада кудри, алчный рот, А так вот глянула, ой, ребята, ей же ей, Крупнокалиберный немецкий пулемет, Колен кричит, и я дрема, ой, что да монтаж, Чай вверх, а ну разок, и будет все путем, Тут волосцы на нас пошли на абордаж, А мы с тайнацами не умачали все втроем, Они не знали, что там речь наш, а все, Они раскрылись, словно трюмы корабля, Он бил за родину, за братьев и сестер, Бил за березки и ратные до поля, Бил от души, в которой сохнет маэта, Бил за великую из всех великих стран, Он на ночь высосал бутылку без винта, Скрипел зубами и кричал, но пасадан! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ На этом висок, и наступит первую часть нашего стиля И ненадолго остались АПЛОДИСМЕНТЫ